Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас 13-й, чертова дюжина, 13-й концерт юмористической поэзии. Ну и, конечно, Барт Калинкин будет помогать нам в своей песне. Все предыдущие, за исключением последнего 3 декабря, концерты проходили в музее Маяковского. К сожалению, он сейчас встал на реконструкцию года на два. И поэтому мы здесь, в этом зале. Но пришли мы с начала 3-го числа в малый зал, в новый зал. Это вот там, за стеночкой. И получилось так, что я был поставлен перед фактом и вынужден был впервые в жизни делать рассылку и обзванивать с просьбой, чтобы люди не приходили на концерт. Потому что все билеты были проданы еще за неделю до концерта. И по согласованию с администрацией мы сами вот тоже подумали, нам предложили провести концерт на бис 7-го числа уже в большом зале. И как я вижу, что и большой зал почти в полной. Спасибо вам, что вы пришли. А начнем мы с выступления 4-х, сразу 4-х человек, 4-х участника. Общество веселых поэтов, такое творческое объединение. Это Татьяна Кормилицина, Игорь Алексеев, Володя Гавриков из Москвы и ваш покорный слуга Владимир Горазьевич. Люблю читать стихи и баста. Пусть это будет маритоном, но даже спать я очень часто ложусь с включенным микрофоном. Как бы это ни звучало гадко, правде все же должное отдам. Есть у меня пара недостатков. Старый и умен не погодел. С таким вот темпом жизни диким, пока не кончен путь земной, Не я мечтаю стать великим, а большинство великих мной. У вас, кажется, смутил мой интеллект. Цитата из Камью Миттерлинка. Не бойтесь, это видимый эффект. В душе я дура и почти блондинка. Вы говорите что угодно, а у меня сомнений нет. Поэт обязан быть голодным, а сытый это не поэт. И наши ритмы словно пташки, не устают из уст слетать. Жаль, что в смирительной рубашке их невозможно записать. Права не надо попирать. Мы не какие-то букашки. И вольны сами выбирать фасон смирительной рубашки. Душа рвалась в Берлин, в Гаагу, в Ниццу, Навстречу с Альхи нужными людьми. Но весь контроль суровый, черт возьми, На выходе из нашей психбольницы. За границей лететь не могу, И об этом не может быть речи. Я предродин в вечном долгу, А гасить неохота и нечем. Если сердце ночами болит, Если бросили пить, стали тише, Значит снова вы взяли кредит, Но проценты уже стали выше. Хотела долг отдать супружеский, А он мне как-то говорит, Не надо, лучше ты по-дружески внеси проценты за кредит. Одна печаль мне душу бередит, Что я женился сразу, не в кредит. Отлично. Ну что, на этом разминка закончена. Теперь давайте по персональному чтению перейдем. Давайте по автомобилям поговорим. В любое время, вечером и днем, Всегда прекрасна дама за рулем. Блондинка класс, Брюнетка это что-то, Но лишь когда стоит, Или на фото. В каток с разгона Въехал бензовоз. Я ощутил чужое превосходство. А вот теперь, внимание, вопрос. А если б он бензин и правда вез, А не навоз на дачу руководства? Но я прожил его автокатастрофу. Не разражаюсь. Суровая правда была такова, Он кончил свой путь В придорожной резине. Могилу его украшали слова, Родился и умер От дырки в резине. А что у нас там было 3 декабря? Помнишь темы вот эти? Мы хорошие стихи вспомнили тогда. Прогресс, подожди. Прогресс. Прорвемся мы с мозгами или без, Нам лишь бы пиво не просохло в глотках. Мы верим, что технический прогресс Не обратим, как стрелка на колготках. В джунглям неведом научный прогресс. И невдомек папуасам, Что если по трассу не вырубить лес, То будет фуфло, а не трасса. Про алкоголь. Про алкоголь. СМС-ка написал в апреле. СМС-ка такой. Пишу тебе, В душе скорбя, Мы не увидимся в апреле. Мне из-за боя до тебя Идти примерно 2 недели. Знаете ли вы, чья мысль ясна, Принципы тверды, Суждения хлестки, Как непросто даме С бодуна создавать подобие Прически. Ворочаясь в постели, Как маньяк, Моча готова хлынуть через уши. Вчера пил офигительный коньяк. Пора б уже отлить, Можа подушит. Третий час Я любуюсь Москвой Под чаек Исчербатого блюса. Вижу, Трезвость Не наш рулевой. Не втянуться бы нам. Не втянуться. Отрывать человека от рюмки, Когда он ее к горлу поднес, Могут только одни недоумки. А вот смогут ли это вопросы? Про Россию у нас было. Тогда уже закончу. Сейчас мы разойдем. И после третьего стакана Мелькнула мысль. Вот она. Что завтра? Ехать за туманом Или за пивом с батуном? Тогда я еще один. Бывает, возвращаешься домой, Предавшись алкогольному экстазу, И думаешь, Какой же стороной Сначала повернуться к унитазу? Я так устала. Мне поспать был малость. Всяк задор. Закончился кураж. Всю формулу любви открыть пыталась. А вышла вновь. С2H5OH. Зальев на миг с наполненным фужером, Под биением векующих сердец, Так забавно наблюдается акушером, Вынимающим из банки огурец. В общем, тема эта бесконечная. Давай ничего-нибудь о роднике. О роднике. Давай стране. Давай. На фоне общей кутерьмы Призывный клич летит из масс. Россия типа, это мы. А нет, Россия, это нас. Почему все эти гневные слова? Ты, дорогой, в пустую тратишь силы. Да, и сегодня снова голова. Но ведь болит не просто, а Россия. Ну и, конечно, о любви надо поговорить, да? Сначала про родину я закончил. И ты, пусть женщина первая скажет. Про родину еще, да? А про родину. От росы серебряной не гнутся. Все у нас на грани. На пределе. Каждый день ломается и рвется. Ну а травы просто не успели. Дайте срок и денег. Все загнется. Любви. Люблю мужчин. Нормальную любовь. За что любить додумалась сама. От них ведь пользу, как никак, здоровью. И очень много пищи для ума. Про брак. Любовь и брак, как детальяна. Как институт большой системы, брак существует для того, чтобы вдвоем решать проблемы, которых нет у одного. Последствием стремительного брака излишняя реклама не нужна. Устал, как предпоследняя собака. Сильнее устала разве что жена. Увел я у приятеля жену. Ему, конечно, не было приятно, но он не это ставил мне в венок, а то, что я вернул ее обратно. Надо какую-то жирную точку поставить. Давай поставим тебе. Давай. Надо его еще открыть. У нас тут есть одно чистое стиши. Мы классики уже местами. Но рано подводить итоги. Писать стихи не перестанем. Покуда не продянем в ноги. Спасибо. Перед вами были Владимир Гаврих, Володь Гаврих, Володь Гаврих в Москве, Татьяна Кабинец и Игорь Алексеев, которого я сейчас попрошу снова выйти на сцену, и он продолжит уже индивидуальное выступление. Я хочу сказать, что мы с ним выступали много в разных местах и в разных городах. Я хочу сказать, что это член Союза писателей города Москвы и лауреат премии «Золотой теленок» литературной газеты. Чем он, конечно, гордится. И еще у него классный пирог. Да, да. Подсвет кресла, на которое я сейчас сяду, чтобы быть с вами наравне, так-то дружески. Это что, чтобы не создавать побег зрителям. Ну, начну с себя, вернее, даже с сетования на жизнь. Что-то стал я на память хронически слаб. Лишь рефлексы остались и жизненный опыт. Вот еще озираюсь на стройнике их баб. А зачем озираюсь? Не помню еще. Я не помню событий, фамилий, имен. И глядят на меня собеседники косо. Хотя все признают, что талантлив, умен. Хоть и память вставляют мне в палки колеса. Да, именно в палки колеса. Не палки в колеса. Если спросят, к примеру, про стиль рококо, дать ответ на вопрос, постесняюсь, прилюдно. Кто-то умный сказал, что запомнить легко, а вот вспомнить потом. До обидного трудно. Слышу голос, да ладно, братан, не гони. Ты, скорее всего, через чурщий петилен. Есть ответы в мозгу. Но хранятся они в потайных уголках, в лабиринтах извилин. Мне не забраться бы в те потайные углы, где фамилии, даты, любимые песни. Вот, к примеру, как звали бебюли-оглы? Неужели жанпуль? Ну, не помню, хоть трезни. Видно, так уж написано мне на роду, что на смену успеху придет огорчение. Стала память, короче, совсем не в узду. Да и этого слова не помню значения. Все, это начало. А дальше я бы хотел продолжить четверостишним, который написал не столько про себя, сколько постарался выразить мироощущение среднестатистического поэта. Я пил вино и жрал консервы, сосредоточенно курил, а в голове рождались первы о том, как много покорил я разных женщин. Были сладкие воспоминания о них, и я тайком в своей тетрадке кропал величественный стих о том, как тешился в объятиях Оксан, Марин, Людмил и Кать. Но тут жена вошла не кстати и заорала, «Хватит жрать!» И вмиг фантазии вереница оборвалась, как сталь струны. Но разве можно так глумиться на первом хахарем страны? Стихотворение, которое я хотел бы продолжить, оно сегодня несколько потеряло свою актуальность, потому что персонаж, о котором, который там упоминается, он сошел с политической трибуны, но, возможно, не навсегда. В общем, сами поймете. Я не помню, как оно называется, стихотворение. Наверное, что-то про спасателей. Кота слегка намедни, помутузив, Зашел на кухню. Вижу, будьте раз. У благоверной полный all-inclusive. Все включено. Духовка, чайник, газ И дым такой, что режет даже уши. Коль не мешаюсь точно быть беде. Жена уже спаситель нашей души Выстукивает по сковороде. Три точки, три тире, Опять три точки. И тишина. Умолк морзянкий стук. Ну, Игорян, пора без проволочки Прийти на помощь, лучший из супруг. Бросаюсь дым, иду руками шаря, Молю еще, родная, по сигналь. Быть может, за отвагу на пожаре Мне президент в Кремле вручит медаль. Знакомый стан, лопатки, руки, плечи. Хватаю все, несусь из кухни прочь. Оставь на после пламенные речи. Мне главное тебе сейчас помочь. Ну вот, и позади обитель ада На свет дневной сменился жуткий мрак. Я ей кричу, любимая, ты рада? Она в ответ мне, милый, ты дурак? Наверное, шок. Что, вызвать неотложку? Вдруг, невзначай, подхвачишь дифтерин. Иди ты в пень, я жарю там картошку. Понешивать не буду, подгорит. Добавив пару матерных евренов, Она прервала наше рандеву. Иди, смотри, футбол, спасатель хренов. Понадобится помощь, позову. Пожалуй, нет. Жена моя не в шоке. Настал черед быть в шоке самому. Картонно упирая руки в боки, Она исчезла в кухонном дыму. И я пошел убитый комплиментом. Понурый весь, что в профиль, что в анфас. Как неудобно перед президентом. Он там, небось, уже торчил указ. У нас в стране полно таких сокровищ. И все равно, что яма, что ухаб. Так что, простите, Дмитрий Анатольевич, Поймешь их разве, этих русских баб. АПЛОДИСМЕНТЫ Два раздавленных яйца и измельченная сосиска. Видать, супруга свой восторг передала. Не рвать же глотку. Ну что ж, сгоняю в айнторку, блю и степлер, и пилотку. АПЛОДИСМЕНТЫ Пример практичности. Часто мы в решении проблем применяем древние устои. Вот к примеру, кто, когда, зачем, вынужден со стен срывать обои. Я отвечу так, уж коджил фонд, все же неуклонно дорожает. Русский, если делает ремонт, а еврей, когда переезжает. АПЛОДИСМЕНТЫ Забавный случай был в Чугунском крае. Сорвавшаяся, будто бы с цепи, бабуля, среди мы, в пустом трамвае, пристала к парню. Милый, уступи. Ты че, бабуль, вокруг же мест навалом. Садись скорее, снесет на вираже. А та неспроницаемым забрала. А у тебя нагретая уже. АПЛОДИСМЕНТЫ Из серии «Блондинка за рулем». Муж жене, ты где, скажи, милость, часто мне случилось ли беда? Милый, я, похоже, заблудилась. Не пойму, заехала куда. Слева тут какой-то элеватор, справа щит с рекламой хэппи-мил. Почему не включишь навигатор? Я с ним поругалась, он хамил. АПЛОДИСМЕНТЫ Ночью дико во сне закричала супруга. «Что с тобой, дорогая?» Спросил ее муж. Отвечает жена. «Зараешь тут с испуга. Прямо в пропасть упала. В каньон. Или чушь, не надеясь на чудо уже нифигая, Ухватилась за деревце, словно за нить. Вот и славненько. Ты же спаслась, дорогая. Так что деревца можешь уже отпустить». АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, еще парочку. Студентка хоть и та еще пройдоха, Но все ж смогла ответить на вопрос. Что ж, дорогая, знаете, неплохо. Вполне достойный, грамотный. Там был билет, а здесь ответ. Найдя ее фамилию в колонке, Профессор вот и руку уж занес. «Скажите мне, кем были амазонки?» Он задает ей каверский вопрос. Вот старый пень. Нарочно спутал карты. «Ну, подскажите, швы ученики?» Тут видят, две подруги с задней парты Показывают дружные языки. Мелькнула мысль. «Эй, че, блин, за подлянки? Так это же подсказка, фу ты черт!» Мне кажется, профессор лесбиянки. Язычницы, садитесь, не за черт. Профессору причину опоздания на лекцию на 25 минут студент представил в виде оправдания, что в ралли выступал за институт. Конфликт назревший вроде бы замяли, но тут валился новый гамадрил. Профессор завопил. «Вы тоже срали?» Студент напишел. «Я курил». Ну и напоследок про себя. Серовней. «Я похож на идиота, не случайно, господа, из-под пятницы суббота у меня торчит всегда, а едва от возбуждения сердце пылко застучит, вот уже и воскресенье из-под пятницы торчит». Ну и все, спасибо, передаю. Про обруч? Сейчас, про обруч. «Последствия бурных застолий, устав выставлять на показ, я обруч достал с антресолей, примерил, а он мне как раз». Игорь Алексеев, спасибо. На сцену выходит следующий участник, он у нас доктор наук одних, кандидат других, он чемпион мира по игре «Что, где, когда», он, вы его знаете, как участника своей игры на НТВ, замечательный человек, и кроме того, он член Союза литераторов, и пишет замечательные стихи, и мой друг еще, добавок, Анатолий Белкин. «Добрый вечер. Вот Игорь умеет сидя выступать, а я вот не получается, но что меня за это изменит? Тут еще и темно. Зачем? Тут в очках ничего, говорю. Монгол, отмечая рождение сына, две елки у дома сажает. Но ежели сын оказался дубина, с корнями назад не потирает. Должны быть красивые монгольские елки. Однако скажу не по злобе, что край, где исправно рожают монголки, зовется пустыню Гоби. В грузинской корриде есть множество стилей, но твердой должна быть рука. Там в центре арены взамен бандеривий шампурами тычут в быка. Все вокруг твердят со страстью каждый день из века в век «Человек рожден для счастья!» Вывод. Я не человек. От циркачей узнал я правду грустную. Теперь ее раскрыть придется всем. В семье запашных братьев было семь. Остались только самые невкусные. От судьбы не спрячешься. От фатума на его не скрыться. И во сне. Но жена патолога-анатома спит лишь на боку, не на спине. Итог жизни. Все потребленные тобой калории в конце концов сгорают в крематории. Придумал рифму к слову «бошь». О чем она? Да все о том же. Даст бесплатную справку любой небожитель, что гармония в мире царит там и тут. И у лохов есть тоже свой ангел-хранитель. Но, увы, его крылья из жопы растут. Кладбище сельское. Зеленые просторы, покой и легкий ветерок. И надпись у дверей обшарпанной конторы. Живой, пока без уголок. Команды из разных приехавших стран турнир покидают в тоске и унынии. Досталось все золото сборной Румынии, имевшей в составе 15 цыган. Изобретателен народ в борьбе с препятствиями разными. Вот на Рублевке в гололед дорожки посыпают с разуми. Несколько ответов классика. Ответ Пушкину. Я уточнил известный стих «Богат, хорош с обою, Ленский, с рабочей визой в Шенгенской и везде был принят как жених». Еще один ответ Пушкину. «Жизнь Анетина пошла. Карты девки два ствола». Ответ Брюсову. Тоже хороший был поэт. «Юноша бледный, со взором смущенным. Слушай совет напоследок. Нечастый. Запах подобного одеколона сразу тебе выдает пятераста». Ну, мне бы хотелось прочесть что-нибудь более длинное. Как мы видим, сейчас за окошком наступила зима. Это основное время года в нашей холодной стране. Поэтому я хочу вам предложить немножко более длинное зимнее стихотворение. Оно называется «Турецкая дубленка. Как воплощение русской национальной идеи». Это такой патриотический цивилизм. «Опять вершат судьбу России, парламент превратив в гальюну. Опять народные веди надсадно верещат с трибуны, угорев от истерии страну, грозящей захлестнуть. Все ищут. Ищут для России какой-то свой, особый путь, национальная идея. Вот в чем нуждается народ. Вот что поднимет и спасет, вот что сплотит и вознесет многострадальную Россию. Она для нас как хлеб насущный. Неоспоримый ее эффект. Но сей министический объект, волшебный эйдос всемогущий, что нам достоинство сулит вот так по щучьему веленью, любой оратор норовит кроить по своему хотению. Одни от наших безобразий на Запад обращают лоб, другие млеют от Евразий и разных прочих азиоп. Иных манит самодержание и образ бачки-царя. Спасет Россию православие, четвертые нам говорят. Мужчин ругают феминистки, зовут назад матриархат. Сурово бабки коммунистки в серпом по молоту стучат. Из городов, где прах и пыль зовет в тайгу орда зеленых, зовут нацисты бить масонов, а сионисты в Израиль. И каждый ясно что-то видит, и каждый страстью горит, и беззаветно ненавидит тех, кто иное говорит. Уже ли нет такой идеи, чтобы сплотила весь народ? От этой мысли патриот неумолимо холодеет. О, холодеет! Вот где суть! Россия, Родина Мороза! Зимы всегдашние угрозы определяют русский путь. На том пути, обреденелом всех россиян, роднит одно, поддержка зябнущего тела. И нам иного не дано. Тепло! Вот русская идея! И сохранением его все от венка до еврея гордятся более всего. Известно ли тебе Европа, что значит минус 35? Умом Россию не понять, как начинает подмерзать. Ее мы постигаем жопой. Но этих русских геморроев вам по пласам не просечь. У вас вся жизнь борьба с жерою, а нам тепло бы поберечь. Как объяснить народу майя, что значит русская зима, когда замерзла вся папайя, свекла и грубые корма? Да разве могут дети юга, как пел когда-то Оренбург, не зная, что такое в юга, понять, что хочет русский друг? На юге все наоборот. На юге все России чуждо. Но есть единственный народ, что понимает наши нужды. Не зная снега и зимы, он не с натуры, по наитью смог гениально предвосхитить, о чем во сне мечтали мы. Посланцев северного мира, сюда стремящихся гуртом, влечет турецкая Пальмира не только морем и теплом, своим отдельным интересом пленяет эта страна. Туристам русского замеса скучны развалины Эфеса. Зато дубленка всем нужна, дубленка больше, чем идея. Ее как сон встречаешь ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. И это чудо-красота ложится точно по фигуре. Вот воплощенная в натуре большая русская мечта. Ах, дурак, хитрый басурман, земля твоя не оскудеет. Лишь ты под русскую идею раскрыл пошире свой карман. Лишь ты, не зная наших бедствий, от грозных русских холодов придумал действенное средство и предложить его готов. Господь когда-то Аврааму с небес барашка не спаслал, чем спас от смерти рот Адама и путь к блаженству указал. И про отец наш Авраам, заклав барана вместо сына, добыл и мясо, и овчину, и угодил притом богам. Вот так и дурак бьет ягненка нам, сострадая горячо, чтобы турецкая дубленка согрела русское плечо. И вслед закитом голосистым, колонной кружной, как один, кипя желанием, туристы спешат в турецкий магазин. Вот нас ведет рука судьбы от магазина к магазину, а здесь за каждой витриной сокровища и бобы. И мы придем от лавки к лавке, забыв о липкой духоте, и каждый шаг в базарной тавке, как приближение к мечте. И он приходит, этот миг, двадцатый штабель русскороча, заветный образ снов своих, ты видишь явственно, воочию, и умеряя свой восторг, небрежно ценишь. Сколько, сколько! И с хитрым жителем Востока ведешь неспешный долгий торг, чтобы, сойдясь на полцены, окутав плечи дивным мехом, зайдись счастливым детским смехом от красоты чужой страны. Ах, турок, мудрый человек, твоей дубленки запах чистый, влечет российского туриста в Сиде, в Анталью и в Берег, забыв Валдай, Пицунду, Крым, в погоне за мечтою детской, духовной жаждаю томим. Спешит турист к земле турецкой, и турок рад его принять, и все крепчает год от года, стремление мирного народа в беде другому помогать. Вам, русопетам, это страшно, но эта песня не про вас. Судьба турецкого барашка козлам российским не указ, но тот, кто дело разумеет, тот без труда намека поймет. Пусть же русская идея в мороз дубленкой прирастет. Я так понял, что у меня еще несколько минут есть, да? Я, вроде, не ищепал еще. Ну, буквально еще немножко. Я, как вы понимаете, люблю писать гражданские стихи. Приятно всегда читать в новом обществе. Тем более, что понимание гражданственности у всех свое. И в свое время, вот в 90-е годы, я этим сильно развлекался, потому что приходил на собрание патриотов, и говорил, вот я тоже хочу читать гражданские стихи. Ну да, да, конечно, конечно. Потом они собираются бить, но они мелкие все. В общем, как-то здесь не получается. Понимание гражданственности, еще раз говорю, у каждого слоя. И вот, значит, такая тут, это диптих, да, из двух стихварений, которые называются «Последнее прибежище патриотизма». Очень гражданский стих. Причем две части об одном и том же. Просто первая такая народная, а вторая интеллигентская, но они об одном и том же. Это я заранее говорю, чтобы было понятнее. Жить в России, Трудная работа, Быт России горек и суров. Если труд, так до седьмого пота, Если отдых, так до снегов. Всем известно, что там лицемерить, Нас умом английским не понять, Нас немецким метром не измерить, Нас французским шармом не пронять. С собственной силой мы богаты, Есть у нас особенная стать. Мы идем с кувалдой и лопатой, И поминая часто вашу мать. Мы идем, И духом не ослабли, С собственной дорогой, Не спеша. Мы наступим столько раз на грабли, Сколько хочет русская душа. Да, мы скифы, Да, мы азиаты, Мы себя не в силах прокормить. Да, мы всю округу кроем матом, А вот крышу некогда покрыть. Нам плевать на сытую Европу, И у нас обычай заведен, Что живут в России Через жопу. В этом наша сила и закон, Тем крепка российская держава, В том завет нам был отцами дан. В нашу жопу со своим уставом Пусть не лезет наглый мусульман. Спасибо. Но вторая честь еще впереди. Она совсем другая. Ну а то же. Вдали от мус и прочих граций, В российской непролазной мгле, Вне мировых цивилизаций, Но ближе к матчке земле, В кандовой лапотной России, Где бьют горстями самогон, Где мужики всегда бухие, А бабы круглые, как бидон, Где до райцентра, как до Марса, Когда дороги развезет, Где жизнь течет не ради фарса, А просто так себе течет, Где что свинарник, что коровник, Везде до пояса навоз, Где в десять лет уже любовник, А в тридцать вечно сизый нос, Где трактор срапывает в поле, И тракторист под ним храпит. Вот там поэт на вольной воле Жизнь вдохновляет и кипит, Покинь ордынки и таганки, Беги московской суеты В объятье пьяненькой крестьянки, Вот там и будешь счастлив ты. А поутру, топча керзовой, Подушевый исконское дерьмо, Ты возродишься к жизни новой, И творчество пойдет само. Спасибо. Следующий выступающий, Приглашаю вас в сцену. А силен говорит так, Что недостатков у меня мало, Ранимая душа и природная скромность. А самый худший в том, Что, дескать, я пишу дурацкие стишки, Которые мы сейчас, кстати, и послушаем. Один из руководителей летной службы Компании «ЮТЕР», Пилот, А лучше две строки. Поэт, пилот, угодник, дамский, Андрей Иванович Сеченц. Доброго времени, дорогие друзья. Все привыкли, что я свое выступление Начинаю со стихотворения о себе. На этот раз вы не угадали. Сегодня я собираюсь начать Со стихотворения про Володю Гаврикова из Москвы. Людская каста очень многолика. Вот Николаич, как я погляжу, Напившись, никогда не вяжет лыка. А я и трезвым лыка не вяжу. Быть может, что тревожусь я напрасно, Но этот факт, по-видимому, знаковый. Все люди на планете очень разные. Лишь я один какой-то одинаковый. Несколько стихотворений О текущем времени. Ноябрь. Наступил ноябрь. В культолку. Плюс всего один. День ото дня, Чего ты не выбрасываешь елку, Будут реже спрашивать меня. Декабрь. Судачат граждане в трамвае. Всех жутко злит зимой начало. Мы ждали, что похолодает. А нет. Опять подорожало. 12 декабря будет день Конституции. 20 лет. С помпой будем отмечать. Не мог пойти тему стороной. Нам клялся президент на Конституции. Кричал из телевизоров сурово. Я положу конец любой коррупции. Но выполнил всего три первых слова. Когда подняли цену за аренду, Все дорожает от обиды душат слезы, Пожаловаться можно президенту. Хотя надежнее дедушки Морозов. Следующий блок стихов про студентов, Школу и так далее. Из сочинений десятиклассников. Любил сидеть Кутузов дома. Был крайне тучен, невысок, Но попадая на приемы, Он строил женщинам глазок. Еще одна на эту тему. Бородина. Не так талантлива, конечно, Как классик. Ну ладно. Отряд из леса выбежал на поле. Кутузов думал. Вот и вот это. Кто наступает там? Барклай де Толли? А Толли это вовсе не Барклай. Не ожидал от Дарвина обмана. Не правда это. Людям режет слух. Мол, мы произошли от обезьяны. Какая чушь. Как минимум от двух. Наша Таня громко плачет. Таню бросил местный мачо. Тише, Танечка, не плачь. В нашем доме много мач. Гулливер в стране лилипутов. Был гулливер крупнее их по масштабам. К тому же в скорость зрения маслаб. Когда темнело, он ходил по бабам. Но это вряд ли радовало бабам. Стихотворение, которое, наверное, удобнее было бы читать, а не слушать. Ну ладно. Всего двух звезд здесь не хватает. Астролог объясняет детям. Тогда медведица большая могла бы стать большим медведем. Студенческая. Жестоко бить детей с скакалкой, особо младших из детсада. Мне самому их очень жалко. Но что-то с ними делать надо. Суровыми мужчины раньше были. На площади сжигали ветню до тла. Не потому, что женщину не любили. Им не хватало женского тепла. Детишки были огорошены, читая в нашей желтой прессе рассказ «Принцесса на горошине». Потом горошин на «Принцессе». Вода наша все. А чего вы хотели? Кто книги читает, тот знает, конечно. Верблюд без воды может выжить неделю. Вода без верблюда практически вечно. Хулиганские стишки для детей старше 35 лет. Она звонила, жду тебя к обеду. А он признался ей, как на духу. Прости, но я сегодня не смогу. Да нет же, на обед как раз приеду. Послала объявление в печать, которое кончалось романтически. Шитье и секс прошу не предлагать. Шитье не предлагать категорически. На крышу зря мужчина вышел. Печальным был его конец. Жилец, увы, сорвался с крыши. Теперь он больше не жилец. Все на борьбу с перхотью. А не вея, вчера убедился я сам, помогает здоровье вернуть. И такой добавляет объем волосам, что ширинку нельзя застегнуть. В пользу курения. Скажи, здоровой жизни нет. А то вчера плохие люди, узнав, что я без сигарет, мне тут же настучали в бубен. Усевшись жопой на ежа, себя же вереешь одного. Тебе не сладко. Это да. Ну а ежу-то каково. Двенадцать стульев, наследие Ильфа и Петрова. Двенадцать стульев есть набор в аптеках. Немного странное название для набора. И лишь его купив, я тут же въехал. Там дюжина таблеток от запора. Старый богатый любовник. Он снял семейные трусы, возможно, чтобы убедиться, что он годится, и в отце. И это все на что годится. Мы с Родиной любим друг друга эпически. От этой любви как бы мне не зачахнуть. Я как-то, я больше как-то ее платонически. Она же меня все пытается трахнуть. Новато. Боль в ключице не проходит. Вывих шеи, ноют пятки. Вот, друзья, к чему приводят камасутри опечатки. Про алкоголь. Я всегда пишу про алкоголь. Я говорю, жутко нравится мне высказывание Сократа. Алкоголь не порождает пороков. Он обнаруживает их в человеке. Защита в организме. Нуглиды выведет вино. И мы кернуть решили малость. Но, блин, грюхалиц, говно. Ночью нуклидов не задалось. Звонок пионер-вожатого родителям. С похода возвратился класс домой. Ваш сын, великовозрастная детина, единственный, кто водку взял с собой. Родители, спасибо вам за сын. О работе несколько стежков. Всех денег все равно не заработать. Не потому, что мне трудиться лень. А потому, что эти идиоты печатают их каждый божий день. Купил я книгу под названием «Кроха». Мне почему-то думалось, ребята, что разберусь, читая понемногу, как начисляют летчикам зарплату. Месяц отдавался я работе, словно проститутка за рубли. Полегчало в день зарплаты вроде. Нет же, это было по любви. Всякие разности. Маша повстречала Федю утром в женском туалете. Он у нас гермафродит. Он где хочет, там сын. Для девушек вроде гемористическое, но на самом деле очень серьезное стихотворение, глубокое и философское. Член для дамы важен в целом, но с одной из двух сторон должен быть к нему пределом парень, что в нее влюблен. Простой пунктон. Надеюсь, люди, вы меня поймете. Вчера уволен мой Константин. Он так же, как и вы, спал на работе. Но одевал пижаму он один. Спросил врача провинциал. Я буду жить. И ждет ответ. Врач деньги вновь пересчитал и произнес. Возможно, нет. Апрель у нас прикольный месяц. По улицам гуляют гордо, а иногда и вовсе вместе. Девчонка в шубе с парнем в шортах. Мне тут не повезло немножко. Я провожал до дома Васю, мы с ним присели на дорожку, а по дорожке шел Камазик. Про армию. Овсянкой нас на самом деле кормили чаще, чем перловкой. Овся мы столько за год съели, аж лошадям смотреть не ловко. Недавно наш начальник штаба в приказе вспомнил обо мне. Хотя и вел себя как баба. Одни наряды на уме. Полковник говорил о танке, а я мечтал и думал снова, как хорошо быть на гражданке. Гражданке Маши Ивановой. Про ГИДБД. Гаишник, бреднув из засады, бежит ко мне. Ну, значит, точно. Ему не просто денег надо, они нужны сержанту срочно. Нелепо, глупо, наконец. Средь бела дня при всех в толпе убит инспектор ДПС листом упавшим ДСП. Советы. Я говорил, что родился в стране советов, поэтому безумно люблю давать их всем, кому попало. Совет мужчинам. Ты, возможно, парень неткий, но придя в сортир в начале, съешь ядры полтаблетки, чтобы не писать на сандалии. Когда бессонница тревожит, бургена выпить надо, братцы. Заснуть он точно не поможет, зато вам будет чем заняться. Навигатор не нужен в столице. Можно взять милицейский свисток и таджиков пугать. Те молиться будут строго лицом на восток. Культурный именинник между нами едва открыв конверт, всегда прочтет открытку с идиотскими стишками, не замечая вложенных в банкнот. Совет супруги. Яна Девичник. Милый, знаю точно, что пить мы водку будем до зари. Когда я позвоню сегодня ночью, не нарывайся, трубку не бери. Пискородник, может, что-то выйдет. Почти что весь майор Воронин в могиле этой похоронен. «Эй, выше нос!» кричит Мальвина, целуя в губы Буратино. Кощей был слобным, маленького роста. Когда игла в яйце, то добрым быть непросто. Может, кто-то читал Библию, но кто не читал, тратки дайджест о сотворении мира в бытие. Создав поля, леса, зверей, на день шестой господь устал, но все же вылепил людей, взглянул на них и так сказал. «Зело красиво, дам, признаюсь, а Ева блеклая весьма. Да ладно, я не сомневаюсь, она накрасится сама». Потом, на облако усевшись, почувствовав на сердце боль, повторно кеме пригодевшись, Господь придумал алкоголь. За ними так забавно наблюдать, ведь за мужским успехом, если проще, всегда стоит гордящаяся мать, а рядом с ней растеленная теща. Недавно журнал «Форбс» опубликовал список самых высокооплачиваемых госслужащих Российской Федерации. Если честно, я подозревал, что у нас все плохо, но я не думал, что настолько, как оказалось, Игорь Сечин имеет заработную плату то 50 миллионов долларов в год, что на минуточку где-то больше 4 миллионов долларов в месяц. Если выдавать зарплату по 15 тысяч рублей, то это где-то эквивалентно 15 миллионам сотрудников. Это, в общем-то, бюджет, наверное, нескольких областей. Поэтому Игорюхе я посвятил какие стишки. «Народ наш голоден и босс, нет денег на еду и брюки, и у меня один вопрос. Когда же вы нашлете, суки?» Ну и закончить хотелось пожелание к Новому году. Мы уже не увидимся до Нового года, поэтому взаимной вам любви к отчизне, зарплаты в долларах приличной и счастья всем в семейной жизни, а тем, кто смел, еще и в личной». Спасибо. Друзья, теперь я хочу представить своего коллегу, боевого летчика, командира Владимира Городзейского. Он не только прекрасный пилот, прекрасный человек, прекрасный поэт, прекрасный ведущий, я не знаю, человек, о котором можно всегда говорить в превосходном наклонении. Владимир Давыдович Городзейский! Я же говорю «Скоро!», «Скоро!», «Скоро!». Андрей сказал, что мы в преддверии Нового года, и он прав. Год, говорит, будет годом лошади, поэтому такое стихотворение, посвященное, ну, не той синей лошади, а в принципе. «Средь аномалий всевозможных есть эксклюзивная одна, и мне, поверитель безбожно, покоя не дает она, ведь это ж правда аномально, когда здоровую кобылу всего лишь капли моментально как пули наповал убилот. А нам еще твердили в школе про этот ужас никотинный, и я грустил, чего же более, что век недолг лошадиный. Не все, однако, в жизни гладко, и наплевав на все приметы, моя знакомая лошадка взяла однажды сигарету. И... поймавши кайф от никотина, как выпьет куриц-сволочь эта, и все жива еще скотина. Спасибо. Ну, скоро начинается горнолыжный сезон, здесь очень много горнолыжников, поэтому стихотворение, посвященное горнолыжникам, всем, кто ломал руки и ноги в горах. А почему ломали? Потому что... А потому что вы все поймете. Горнолыжники коньяк называются. Ну, что же, в гипсе пить коньяк, весьма приятно, ведь без него в горах никак, скажу приватно. Он должен был тебе сказать, инструктор хренов, не выпив в горы залезать, одни проблемы. Как только выпьешь коньяку, склон сразу глажа, и на спине, и на боку, но вы же даже. Ты с коньяком поймаешь драйв, летишь со свистом, снесешь. Какой же это кайф, сноубордиста. Забудь вербье, авареас, и через... Бери подарки, то бишь коньяк, и в этот раз нажди в Лизарке. Мы едем в Лизарку, франциск, когда станешь. Спасибо. Такая 8 строк, посвященная Дню Валентина. Хочу признаться тебе, Зина, любил я многих, знал успех, но в день святого Валентина скажу тебе, ты лучше всех. Вот и сейчас я в центре Ниццы сижу один в кафе Шантан, со мной сразу две девицы, но обезина, не фонтан, особенно когда раздеты. Так я и знаю. Ну и пусть. Ты только жди. Наступит лето. Возможно, я к тебе вернусь. Трилогия о снах. Бабьи сны в России. На деле бабе только снилось, что вся в цвету, что в ругувае, уже орала и бесилась скотина без еды в сарае, и хулио, рукою твердой, который больно бьет по ребрам, пенющий в хлам, с небритой мордой, ой, раньше в ванне был и добрый. О кошмарных снах. Я люблю тебя со стороны, разорвав семейные оковы. Тьфу-тьфу-тьфу, но стали сниться сны, будто на тебе женился снова. О тяжелых снах. Не тяжелый сон смежил веки, снится на грез свищут раки, вспять текут сибирские реки, зацветают черные маки, и зарплату мне с наглую мордой. Снизу шеф мой Федор Степанович утром принял решение твердо. Не смотреть НТВ больше на ночь. А роли бороды в семейных взаимоотношениях. О, борода-то. Вот была б большая борода, а не так козлинная бородка. Не страшна бы мне была тогда, пущенная в челюсть сковородка. Женщине, для вас писал стихотворение, а вас не трогают никак ни божество, ни вдохновение, ни джин, ни водка, ни коньяк. Называется Робинзон. Замечательный автор из Питера, я, к сожалению, не знаю, как его фамилия, он подписывается, Ю, такой ник у него. На забытом, он написал такие строчки, а я порой беру. На забытом богом островке время никого давно не лечит, проплывет подлодка вдалеке, не желая с Робинзоном встречи. Пятница, тринадцать, вот в чем соль. Старые приколы Голливуда, где же ты, прекрасная Ассоль? Забери его, скорее, отсюда. То есть он так связал на минуточку Робинзона и Ассоль. Возносит стихотворение. Пародина называется «Робинзоне и искавший его Ассоль». Проплывал в подводке как-то раз, перископ подняв, лежу на берег, был далек от мысли, что сейчас я открою миру сто Америки. Но одну действительно открыл, перископ увидев Робинзона. Не один, а с пятницы он был, неприлично издавая стоны. К перископу подозвал Ассоль. Заберем, смотри, какие муки. А она, превозмогая боль, ни за что пусть остается. Психотворение ни о чем называется. Ну, действительно, ни о чем. Такой приемчик, когда берутся строчки из известных стихов, известных песен, и все это соединяется вместе. А к ней так много золотых, перелопатив книжек груду, я сочиняю этот стих, украв по строчке отовсюду. Мой дядя самых честных, бра, не подошло к размеру правил. Поэт, простите, об окра, и вас должно быть черт заставил. Не пострадает ваш роман, а где мне взять такую песню? И нафига козе баян, а с вашей строчкой интересней. Я встретил вас, и все былое, а может, даже и не вас. Пожалуй, тайну не раскрою, во всяком случае, сейчас, не пробуждай воспоминаний. Пусть солнце льется прямо с крыш, не ты объект моих желаний, и у киоска не стоишь. Когда весна придет, не знаю, но свой имею интерес. Вот мчится тройка почтовая, шумит сурово брянский лес, горят мартеновские печи, точнее, больше не горят, и жмуры всякий раз под вечер уныло с косами стоят. А вот еще недавно была гимнастка наша, вот дела, кого-то в рощу заманила, кого-то в поле увела, кого-то, да всем давно уж ясно, пушист пригорш непогрешим, и верит сам вдвойне ужасно, что он вообще незаменим. К тому же ветер ветку клонит, русалка на ветвях сидит, зажегся Марс на небосклоне, и вот уже три дня горит, дымилась падая ракета с простым названием протон, из уст того, кто видел это, невольно вырывался стон. Отговорила роща золотая, я буду долго гнать велосипед, но в парк ушли последние трамваи, и я вам возвращаю ваш портрет. Бежит река, в тумане тая, бежит уже почти три дня, любви хорошей мне хватает, с деньгами хуже у меня, зато землянку в три наката, с малейной комнатой, беде, хватило же ему зарплаты, голова построил РЖД, а табуреткин. Это тоже его края лесов и рек, где перевести, где дышит все же не очень вольно человек. Враги сожгли родную хату, пусть голова моя седа, пахать за низкую зарплату нас не заставишь никогда. По переулкам бродит лето, огней так много золотых, и вряд ли я по всем приметам смогу закончить этот стих. У лукоморья дом зеленый, как обгоревшая звезда, и облетают листья с клёна, совсем не так, как поезда. Спасибо большое. Ну вот, попробуйте, это все не я, это народные песни. Почти. Я хочу пригласить на сцену еще одного поэта, а после этого мы объявим небольшой антракт, вы пообщаетесь, сможете купить книжечки авторов, и замечательный сборник вышел «Чертовой дюжины». «Чертовая дюжина» — это объединение творческое сатириков и юмористов московский, и почти все участники сегодняшнего концерта являются членами этого объединения. Книжка, 75 авторов, замечательная, там не только стихи, но и замечательная проза. Всего, по-моему, три книжки мы выложим на стол, кто первый. Я хочу пригласить на сцену Дмитрия Фролова, самый молодой, но очень даровитый участник сегодняшнего концерта. Дима, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Я хотел почитать вам свою сказку, новая сказка про Федота, по мотивам Леонида Филатова, но подумал, что стихов вам много хороших здесь уже почитали, и еще почитают после антракта, и поэтому я хотел бы поиграть с вами в такую игру, инсценировать, так скажем, горячую линию президента. Для этого я сейчас раздам вам листочки, вы будете задавать мне вопросы, я буду на них отвечать. Ну, то есть, все по-настоящему, как в настоящей линии президента. Поэтому мне нужны помощники. Вот, есть в зале скромные люди. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто скромный человек? Вот, скромного человека сразу всегда видно, да. Вот. У меня для вас тоже есть вопрос. Скромный. Отлично. Все. Спасибо большое. Это инор. Так, а вот еще, знаете, для второго вопроса вот бывают такие люди, которые хорошо разбираются во внешней политике, особенно в военной. Кто кого бомбил, кто куда отправил войска. Вот. Вот такие люди для второго вопроса они совершенно не подойдут, потому что они начнут сразу спорить. Есть люди, которые абсолютно не разбираются в военной политике в зале. Есть, конечно. Поднимите руку, а то... Кому отдачу второй вопрос? Секундочку. А третий вопрос это как раз для тех людей, которые отвечали первыми на вопрос, кто самый скромный. Вот и здесь. Молодому человеку. Девушка, да. Девушка, да. Она и там самая скромная. Это вам. Молодую человеку. Так, скажите, а у кого в школе по английскому была пятерка? Кто? Как-то... Мамы нашли. Вот. Отлично. Вот школик замечательный. Давай сейчас проведем небольшой тест. Я задам короткий вопрос на английском, а вы ответите. Давайте. Спрехензи дойч? Я. Вот, отлично. Вот кто сказал я? Я сказал наш оператор. Отлично. Я, я, натюрля. Понятно, какие фильмы он снимает. Главное, что он висит. Можно вызвать вопрос на немедленно? Все, осталось совсем немножко. Есть в зале человек по имени Дежон Луи. Есть. Замечательно. Передайте, пожалуйста, листочек. А есть в зале и итальянцы? Итальянцы? Нет? Армяне? Есть хотя бы таксисты? Или просто, кто будет сегодня? Андриан Ачелетанова сегодняшнего вечера. Кто такой? Зажигательный человек. Нет. Все скромные. Так, будем выбирать методом тыка. Молодой человек, не отказывайтесь. Когда еще сможете поговорить? Президентом. Благодаря члене. Большое спасибо. И остался последний вопрос. Тут написано женский голос из зала, поэтому хотелось бы вот услышать. Можно вас пригласить? Вы так хорошо рекламировали скромную девушку. Прошу вас задать вот этот вот последний вопрос. Все, большое спасибо, друзья. Можно начинать. Итак, новая сказка про Федота. Глава о том, как царская сказочная власть общается со сказочным же народом. Лихая банда, пиар-команда. В зал бизнес-центра, флажки, гирлянды. Вопросов в список, где есть ответы. Где нет ответов, там право в вето. Надкодлой всею флагшток России. Ну что, поехали, парисеи. Пожалуйста, первый вопрос. Если можно, то начну я озвучивать страну про богатых реч и граждан, что у бедности в плену. Между пропасть. И она очень явственно видна. Так страну интересует это Яна Кубина. Мы, естественно, должны в срок до будущей весны разрешить проблему эту с населением страны. Дисбаланс недопустим. И процесс необратим. Долю бедных увеличим, а богатых сократим. Пожалуйста, второй вопрос. Как святой отец Кирилл мне в курилке говорил, самурая сторонки курит. В смысле, около курил. Вот еще скажу, о чем тот, кто к нам придет с мечом, будет яростно и жестко по сортирам замочен. Чтобы к нам на всех парах не вошел в жилище враг, мы по всей России строим все сортиры во дворах. Так, пожалуйста, третий вопрос. Может, хватит, ё-моё, разбазаривать сырье? Наши недра не бездомны, шепчет мне моё чутьё. Технологии должны. Мы поднять престиж страны. Что об этом помышляют наши высшие чины? Сможет тут помочь всерьез? Только кадровый вопрос. Любишь труд, айда в команду. А не любишь всё, адьёс. Был у нас один вандал, пол России распродал. А престиж родной державы он в гробу его видал. В бизнес крупный? Уж поверь, мы ему прикрыли дверь. В сфере нанотехнологий пусть потрудится теперь. Приведу другой пример. Есть военный офицер, генерал или полковник. Но из этих, в общем, сфер нет проблем. Карьеры для постоянного у руля. То в министрах обороны, то в спасателях Кремля. Покорельское жильё он спасает как своё. Вот и рулит всей Москвой. Или областью её. Как Россия широка. Тут ущелье, там река. И лесов с полями площадь тоже очень велика. Каждый день из века в век средь лесов полей и рек. Или где-то заблудился, или тонет человек. Как привыкли на Руси мы о помощи просить? Все у нас зовут на помощь, только Господи спаси. И спасателя не зря, откровенно говоря, почитают пуще Бога. И почти что как царя. А из зарубежных коллег есть кто-нибудь? Из Англии? Пожалуйста, вопрос ваш. Стивен Квещер, English Press. Ваш партнёрский перевес будет в сторону Европы или в сторону АТЭС? Йос! Из Франции кто-нибудь есть у нас? Дочь, дочь. Франция здесь. О, прошу вопрос. Репортер, деджон Луи, ваш выбор в бои на тресках электракта или лично на свои? Уи. Скажите, из Италии наши коллеги присутствуют? Итальянское такси. Добрый день, хочу спросить. Итальянские франции не забыли на Руси? Си. А наши германские друзья? Да. Затуй, бабушка моя, родом с Паши края. Что Германия с Россией? Настоящие друзья? Я. Натюрли. Их майдик. Майны гроши сверцы. Вы в стириционной Лукраории? Лайдер, шпрехи, дочь, дикт. По-моему, еще я слышал женский голос. Мне не согреши, не всегда тебя отши. Гемография проблемы все пытается решить. Сколько прессы мне читал, что-то мне не достал. Выбивает и колхоза материнский капитал. В клубе лекция была, чтоб деревня расцвела. Всегда я призываю к возрождению села. Еще прошу помочь. Если в дом родится дочь, так назвать ее? Морозный, вы супруга и не пропустишь? Вы супруга и не пропустишь? Есть проблема. И она обозначена сполна. Мне давным ее давненько обозначила жена. Наш мужик в работе с ней. Не могет держать коней. Обойтись без перегибов. Ну, то бишь, как-то поскромней. Вот вернемся в Стольный Град. Ну, там, разогнать один парад. И подключим к вашей теме президентский аппарат. А на численность морозь, как богата наша Русь, надо перепись затеять. Оп, тогда и разберусь. Все, всем большое спасибо. Подошло к концу время нашей пресс-конференции. А сейчас маленький антракт, 15 минут, во время которого вы можете подойти отдохнуть, пообщаться друг с другом, с друзьями. И, естественно, как уже говорил Владимир Градзейский, приобрести книжки понравившихся вам авторов. Всем большое спасибо.